Всем привет, друзья мои! Мирсинина, стал такой самый неприятный момент, которого я не люблю. Так холодно. Вечерами плюс пять. Холодно где? Вот когда выходишь в коридор, там на кухню, на балкон. А в комнате в этом, в основном, где мы сидим, кондиционер. Всё отлично. Даже в майке сижу я. Но с утра вроде бы умываешься этой водой и не знаешь от холода, что на себя надеть. Посмотрите, да, мне одета и майка, и платье я одела тёплое, и тёплые лосины. И посмотрите, одни тёплые носки, вторые вот эти одела, чтобы всё себя укомплектовать. Другие комнаты не хочется зайти. У меня дело в кабинете. Я не могу там сесть. То есть можно включить кондиционер, но он всё равно какой-то... Вот сейчас у меня варится нохут для вечера. Так вот, что я хочу сказать вам, друзья. Сейчас минуточку я закрою дверь и приду к вам. Так вот, мои хорошие, это самый неприятный момент, который есть в версии. Самый неприятный период. То у нас бывает такой момент, когда у нас очень жарко, мы обливаемся потом, а сейчас... Так холодно! Я вообще привыкла в Батуми, у нас отопление здесь тоже как-то... Вот надо пережить. Вот чуть-чуть осталось, а буквально, может, месяц, и всё наладится. Уже в апреле начнётся весна, и мы не будем же так мёрзнуть. Сегодня день ограничений. Вроде бы мы думали, что с 15-го числа откроются у нас рестораны, и всё, ничего подобного. Продлили до 5-го марта в Мерсине конкретно. Я не знаю, как в других городах, но в Мерсине вот такая ситуация. Ну, что мы будем сидеть, ждать своего времени? Дождёмся же, не так ли? Ещё какие у нас новости произошли? Никаких новостей таких интересных нет. Всё так же сидим, занимаемся своими делами, завтрак, обед, ужин. Вот так вот смотрю, сейчас вроде бы убрано, но пойду себе готовить завтрак. Хочется, знаете, что? Так хочется спать, наверное, сутками спать. Вот какой-то нехватка сна. И думаю, что понедельник, нельзя спать долго. А так хочется. Вот встала сегодня полдесятого, проснулась, легла я в 3 часа. И думаешь, сейчас вот чуть-чуть опять насыпаешь, опять еле-еле с трудом я встала. Думаешь, куда я спешу? Один день выходной, воскресенье. Можешь же выспаться. Ну, нет, нельзя. Очень много спят ленивые люди. А у меня очень много работы. Вы сами знаете. Сегодня вот, несмотря на то, что я сижу дома, стараюсь, стараюсь делать макияж. Он мне придаёт какой-то позитив. А волосы вчера два часа ночи искупалась и просто высушила. Не укладывала ничего. Вот сегодня у меня был взрыв на макаронной фабрике волос. Вот так дыбу еле уложила. Ну что, пойду я себе готовить завтрак. Ах, какой завтрак у меня? Хлеб с маслом сегодня и кофе растворимый. Вот для этого нужно А может, приготовлю себе овся на блин. Не знаю даже. Сейчас тапочки одену. Вчера у меня на кухне произошло наводнение. На кухне захожу я, смотрю, что у меня сейчас посмотрите, я поменяла свою дорожку. Видите? Тоже великую постелину. Почему? Потому что та дорожка нам пришлось поменять из артикала. Всё было мокрое на балконе. У меня так всё чистенько. Посудка помыта, всё. Ну, что здесь? Вот. Видите? Мой коврик. Ой, что тут у нас? Какая погодка. Надо посмотреть, что тут соседи делают. На солнышке греются соседи. Везде вокруг снег, а у нас в Мерсине нет снега. Переверну камеру и покажу вам. вот наш двор. Деревья, то, что посрезали, я смотрю, уже они хорошо растут, выросли. всё равно кто-то гуляет. Надо показать на той стороне. Пойдёмте вместе с вами сделаем экскурсию. Вчера, кстати, мыла балкон. А мыла балкон. Ну, вожусь. У меня дела не заканчиваются. Пройдём мы в кабинет. Такой хаос с этой картой желаний. Вы знаете, что, кстати, я очень почитала так, бегла в комментарии, посмотрела, что очень многие думают, что я сошла с ума. Это не так, друзья мои. Я тоже так раньше думала, но нужно относиться к таким вещам более серьёзно. Это действует. Я также каждый день смотрю и не только об успешных, видео об успешных людях. У всех этих людей есть карта желаний. Это не сумасшествие, это нормальная жизнь. Вот люди, которые умеют строить планы и правильно мечтать, у них исполняются желания. И давайте научимся таких же успешных людей, как они. Вот так выглядит наш парк, никого нету. Воскресенье, ну, красивый вид отсюда, посмотрите, с моего окна. Красота. Всё, закрываю, а то холодно. Ой, как холодно, ой, как холодно. Вот от ветра у меня всё попадало. Вот столько у меня тут всего. Моя карта желаний в процессе, нельзя показывать. Всё, пошла готовить себе завтрак, прыгать, бегать, чтобы немножко согреться. Ну, опыт у меня варится уже. День пролетел, и я не почувствовала, как пролетел день. Друзья мои, у нас 10 градусов или 12 градусов сейчас на улице. На кухне мне тепло, здесь у меня варится, сейчас покажу, что у меня здесь варится. Такой нохут у меня варится, турецкий нохут. Сейчас я здесь буду жарить курицу, крылышки. Вот Светлана такая вся, как капуста одетая. Так, день воскресный прошёл, не успела оглянуться, уже вечер. А здесь вот крылышки. Еда, еда, кругом еда. В итоге что у нас получилось? Такой нохут они любят, петрушку забыла. Наконец-то моя квашеная капуста, она такая вкусная. Это я себе положила плов, это мужу, потому что мне надо доедать тефтели. Ну и вот курочка. Ну а вот брокколи. А здесь также капуста. Всё, сейчас доедим. Приятного нам аппетита. Он ашкин ждёт, пока я сниму, и он сядет. Видите, как у нас хорошо, тёпленько, 30 градусов, супер. Сейчас буду раздеваться. Всем привет, друзья мои! Вышли, и наконец-то мы с мужем погулять. Недавно я вам показывала, здесь ничего не было. Посмотрите, как быстро растут дома в Мерсине. Вы видите? Идём, пройдёмся по делам здесь, в наш центр. Я воспринимаю эту маску. Никак. Базарный день сегодня. Но у нас всего полно. Наверное, ничего не будем покупать. Вышли покупать. 19 градусов, говорит Ашкин, он, то вкусная речь. Ну, идём сейчас в ювелирный магазин, хотим деньги поменять. В центр ехать туда неохота. Вот, надо поменять денежку. и, может, если они разрешат, я сниму видео, но не думаю. Золото, золото покажем. Хочу показать вам, сколько стоит мебель. Вот тут написано, такое объявление, ИПЕК, мебельный магазин. Принесите старую мебель, и за 13 тысяч возьмите комплект полностью. Два дивана и два кресла. Вот такая скидка у нас. У нас есть кэйлеры где-то? Какие кэйлеры? Кэйлеры? А, это, их нихда здесь. Вот такая вот скидка. Ашкин, борода в гетерийный, гетерийный. Вин гучу церекер. А, бен душу мендерим ли аллайджас бис? Говорят, вот, еще внизу прочитала, принесите старую за 1500 продадут. Ашкин? Ювка здесь продается. О, ювка, ювка. Не дюру. Пиздевар и китаны эски. Твои бывшие же два дивана, один в комнате в моем кабинете, другой на балконе. Я все хочу их выбросить. Никто не берет, бесплатно не берет. Также в Турции вот очень известный бренд Энза Хам. Истикбал у нас. Но вот и много другие тоже. Я вам покажу, если увижу. Видите? Скидки здесь никого нет, потому что такая вот вся. Уснул Мерсин. А это Ливан гостиница. Мы хотели один Новый год, здесь устраивали вечеринки. Вот на первом этаже ресторан и празднуют тоже здесь. Заказывать заранее нужны столики, места и вам программа обеспечена. Вот такая гостиница Ливан возле нас. А там дальше и есть Хастане, то есть частная клиника, госпиталь называется Сити Хастане. Все вокруг, вся инфраструктура. Столько много новых брендов, что я даже не знаю. Смотрите, Абсэ, Избир, Комфорт Ятак. Все, все. Вот так выглядят наши закрытые кафе. Хотя в Турции сказали, что 15 числа будет открыто. Вы сами видите, как все пооткрывалось. Сегодня у меня видео такое познавательное. Рассказываю про разные магазины. И один из следующих магазинов это Атакс. Он молодежь одевается в нем. Здесь дешевая продукция. Ну конечно не такая качественная, но для молодежи сходит. Сейчас кстати скидки я там не отовариваюсь. Могу посмотреть для моей дочери например. Здесь граффис, сумки, тантони, которые закрыты. Мы подходим в самый центр. Люблю этот район. Походу буду снимать и рассказывать. Папати парфюмерный магазин Водофон. Здесь мы часто раньше покупали курочку. Твищи продают. Жизнь кипит понедельник. Видите? Перчатки за 2,50. Такие штанишки по 25. Тапочки по 5 лиры. Вот где супы черба. Кстати очень вкусная. Закрыто. Это тоже следующий магазин Платин, где я раньше покупала парфюмерию. Когда только приехала. Также есть и другая связь мобильная. Это детский магазин. Но здесь цены дороже, конечно. Ну а сейчас я прохожу мимо того парня, с кем поругалась. Помните, когда снимала видео? Лучше не показывать. Вот это пекарня. Сейчас мы подходим к самому центру. Здесь продаются бабульки продают зеленушку разную, хлебные магазины, яйца. Видите? Яйца и так далее. Впереди смотрю чечеклеры, чечеклеры. Чечеклеры. Но они не свежие, я смотрю. Вот так вот все продают то, что может. То, зелень, то, что может. панчар панчар это сладкий бурак. Из него делают сахар. Он пришли в наше излюбленное место. Сейчас проходили работы, где работает его жена. Хотя были, шли мы на параллельной стороне. Вы представляете, она нас заметила. И мой муж сказал, посмотри, как она смотрит. Там сидела она, дочь его сидела и невестка, родственники. Все посмотрели. Вот такие глазастые. Я говорю, как они сидят на улице и на той стороне. Это же посмотрите, да? Всех людей разглядывают, что и как. Ну, вот она там рядом работает. Вот такая любопытная Варвара. А в этом золотом магазине не разрешили нам поснимать, потому что там очень серьезный магазин, камеры много, охрана, и будут неприятности. Ну, я сказала, ладно тогда. Нельзя, так нельзя. В Турции столько много банков. Вот Халк банк, вот там Зират банк, Ишбанк. Очень много банков, но счет открыть, вот впереди, видите, там очень много банков. Но счет открыть целая проблема. Мне, например, не открыли, я хотела открыть третий, четвертый счет, мне ни один банк не открыл. Говорят, зачем вам нужно? Сейчас это очень все проблемно. Я как по приезду открыла один счет, потом второй, когда вступила в свой бизнес, оплатила. И вот, а сейчас это целая проблема, если не имеешь гражданства. Даже если есть у вас гражданство, они спрашивают, зачем вам нужно. И даже гражданам Турции не так легко открыть. Моя заловка, например, не может еще открыть новый счет. Вот такая вот проблемная ситуация в Турции. Пришли мы домой. Не домой, а я вот сижу, жду Ашкем, зашел в магазин. А я хочу что сказать, что я еще не помню такого дня, чтобы мы пропустили базар. Мы пропустили базар, ничего не купили на базаре. Зашли в магазин Юзбир. Купили вот, покажу сейчас вам. Купили оливковое масло. Сейчас покажу, переверну камеру. Обзор покупок прямо на улице. Купили оливковое масло, манты. Мой уже заскучал по супу. Яйца купили, молоко купили, сыр купили, и это где-то 80 лир все. 80 лир купили, потратили. Перевернуть надо. Видите, я вообще не вижу. так, и еще мы купили чекуфте. Чекуфте купили. Будем сейчас кушать. Ну все, пошли мы домой. Первый раз мы не пошли на базар. Уже так начинает холодать. Киса. Кисочка. вот наш дворик. Давно я вам не показывала его. Только показываю все сверху. Цветочки скоро зацветут у нас, как холода пройдут, так зацветут у нас цветочки. Вечерейд. Шли мы домой сашкой, наш КПД. Мурат трудоголик.